Доброе утро, дорогие телезрители! Амурское областное телевидение, как всегда, приветствует вас. Наше утро стартует и в студии сегодня для вас Екатерина Рожкова и Влада Снегонис. Доброе утро всем! Последняя пятница января. Холодная. Холодная, устали мы от этих морозов сильных. Вообще, что может скрасить этот день? Ну, наверное, летнее настроение мы можем создать себе при помощи импортной малины, как вы на это смотрите, клубничка, черешня. Вообще, ягоды появились на прилавках амурских магазинов. Около тонны ягод зависены из Турции, Египта и Марокко, так пишет Амурская правда. Также в регион поступили свежие отечественные грибы, салат, шпинат и другие виды зелени. Они выращенные в Иране, Сербии и Израиле. Красота. Кроме этого, в приамуре представительницы женского пола могут порадоваться. Привезли огромное количество цветов, если быть точным, 18 тысяч срезов роз, хоризонтем, гвоздик и гербер. Слушайте, ну вообще... Мужчины, не скупитесь, пожалуйста, 8 марта, конечно, еще не близко, но порадуйте. Вообще, женщинам дарить цветы можно не только в 8 марта, в любой день поднимите свои красавицы настроение, тем более старались и Нидерланды, и Эквадор, и Кения для этого. Столько стран, да. Да, в общем, вся продукция сопровождалась документами, подтверждающими благополучное фитосанитарное состояние и была допущена к реализации. Вот такая хорошая информация. Ну а теперь давайте узнаем, что же ждет вас сегодня в нашей программе. Швейная вечеринка в 2018-м и борьба с коронавирусом в 2020-м. О событиях, которые произошли в Преамурье в разные годы, расскажем в рубрике «День в истории». Сколько в новогодние праздники потратили россияне о результатах исследований в ЦИОМ после обзора праздничных дат. На какие вакансии могут рассчитывать молодые амурчане с ограниченными возможностями здоровья, расскажут Анна Серова и Павел Савонов. Приготовьте экзотическое блюдо и организуйте вечеринку для друзей. Это уже советы астрологов, так что включайте фантазию и приглашайте гостей. А возможно, сходите на экскурсию, но какую, посоветует Ольга Кушнарева. В завершении программы о выставке, которая открылась в областном краеведческом музее. Прямо сейчас, как всегда, буквально 10 минут на то, чтобы ознакомиться с основными событиями нашей области. Новости в нашем эфире. И вновь говорим доброе утро всем тем, кто присоединился к нам только что. Но в студии нашего утра по-прежнему для вас работают Екатерина Рожкова и Владис Дедонис. Я предлагаю прямо сейчас перейти к интересным датам дня сегодняшнего. Тем более, вот такая солидная, серьезная дата. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Отмечается ежегодно 27 января в соответствии с федеральным законом 13 марта 1995 года. Вообще, в блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Захвату города германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней сообщения с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Поэтому вот такие даты, друзья мои, надо помнить всегда. Ну, продолжим. Продолжим. Да, 99 лет назад в Москве был открыт мавзолей Ленину. После кончины Владимира Ильича Ленина в 1924 году в советское правительство пришло более тысячи телеграмм и писем от тех жителей нашей страны, которые захотели проститься с вождем. Поступило задание архитектору Алексею Щеусеву за три дня возвести временный мавзолей. Надо сказать, что он был деревянным. Задание выполнилось успешно. И к 27 января 1924 года, к дню похорон вождя, временный деревянный мавзолей по проекту был возведен на Красной площади, где он, собственно, сейчас и находится. А вот 203 года назад было совершено невероятное открытие, а именно открытие Антарктиды. С благословения царя Александра I в июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция. Ну, я думаю, что все наверняка помнят, что начальником был назначен великий Фадей Фадеевич Беллинсгаузен. И под его началом шел трехмачтовый шлюп «Восток». Лейтенант Михаил Петрович Лазарев являлся капитаном данного шлюпа. И, собственно, вот такое открытие произошло 203 года назад. А 56 лет назад космос был объявлен достоянием всего человечества. Да, был подписан межправительственный документ, назывался он «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела». Он стал основой международного космического права. Я думаю, что космос вообще действительно должен принадлежать абсолютно всему человечеству. И только в мирных целях. И только в мирных целях воспользоваться. Ну, а неофициальные сегодня праздники таковы. День танца со своей тенью. Танцуете ли вы, Екатерина, с тенью? Каждый день. Я тоже. А вот такой праздник, друзья мои, должен отмечаться каждый день. Это день жизнелюба. Так что выбирайте. Нет времени грустить, да? Да, абсолютно нет времени для грусти. Будьте счастливы здесь и сейчас. Именно. Ну, а давайте также узнаем, что же интересного происходило в этот день в нашей области из рубрики «День в истории». Осенью 2014-го московская съемочная группа работала в Преамурье. Героями съемок стали 30 амурских сирот. Про каждого малыша сняли трогательное видео. После выхода программ в эфир в амурский отдел опеки стали часто звонить из разных регионов страны. К 27 января благодаря телевизионщикам новую семью обрели 10 детей. В окнах благовещенцев засияли свечи. Жители областного центра присоединились к акции, посвященной освобождению Ленинграда от блокады в 1944-м. В 2017-м в Благовещенске проживало 10 человек, защищавших и живших в осажденном городе. В память об этой дате в 19.00 горожане держали в окнах зажженные свечи. Шве и дизайнеры Благовещенска впервые встретились на профильном мероприятии. Мастера могли презентовать свои работы, поделиться опытом и достижениями. Два дизайнера устроили показы собственных коллекций. Шве им рекомендовали надеть все лучшее. Их ждал конкурс на самый интересный наряд. Гости вечеринки участвовали в викторине и командном соревновании. Создавали вечерний образ. В одном из Благовещенских торговых центров устроили праздник в честь китайского Нового года. Под украшениями в виде красно-золотых шаров и китайских фонариков собрались сотни посетителей. Днем мастера из Поднебесной проводили мастер-классы по традиционным видам творчества. Вечером 67 китайских музыкантов выступили перед русскими зрителями. В Преамурье приняли комплекс мер по недопущению распространения коронавируса. Продажу путевок в Китай приостановили все 25 туристических организаций области. Для студентов из КНР продлили каникулы до 24 февраля. Была разработана схема действий при обнаружении инфекции. На таможне решили создать раздельные залы для россиян и иностранцев. Международные массовые мероприятия решили перенести. На что россияне тратили деньги в новогодние праздники? Такое исследование провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Его результаты далее в нашей программе. Празднование Нового года – это не только долгожданные оливье, елка и семейные встречи. Обратная сторона мероприятия – эмоциональные, временные и финансовые затраты. Что касается последних, то в этом году россиянам почти удалось уложиться в запланированный бюджет. Те, кто назвал конкретную сумму на празднование Нового года, в среднем собирались потратить 37 тысяч рублей. Фактически расходы немного превысили планы и составили 38 тысяч. В 2023 году реальные новогодние траты превысили запланированные лишь на 2%. Подобная ситуация скорее исключение, чем правило. Последние три года фактически расходы ощутимо превышали планируемые. В 2020 году – 28%, в 2021 – на 23%, в 2022 – на 31%. Сэкономить на новогодних праздниках россиянам вовсе удавалось только один раз за всю историю измерений – в 2018 году. Изменилась в России и структура новогодних трат. Если в предыдущие годы расходы были практически равномерно распределены между тремя категориями – праздничным столом, подарками и досугом, то сегодня лидирует последнее – 9 тысяч, 13 и 15 тысяч соответственно. Результаты недавнего опроса в ЦИОМ также показывают, что в российском обществе постепенно формируется запрос на разнообразие новогоднего досуга. С каждым годом, за исключением локдауна, домоседов в январские праздники становится все меньше. Одно из объяснений данной тенденции – изменение модели потребительского поведения, переориентация внимания с материальных вещей на эмоции, впечатления. Как результат – желание ярко, насыщенно провести продолжительные выходные. В этом же отчасти и причина ощутимого повышения трат в сравнении с прошлым годом. Прирост к 2022 – 41%. В прошлом году процент тех, кто провел каникулы дома, был вдвое больше – 12% против 23%. А значит, потребность тратить была меньше. Ну, наконец-таки, друзья, можно сказать холодам – до свидания, потепления ожидаются. Поэтому, если вы слишком сильно запаковались сегодня, ну, сегодня еще можно походить в шубе, в шапке и с шарфом. А со следующих дней уже будет хорошо. Ну, это лично мои желания и предположения. А какая погода ждет нас в ближайшие дни, давайте узнаем из прогноза. Найти работу молодым людям с ограниченными возможностями здоровья. Насколько это реально, сегодня мы узнаем, поскольку в нашей студии сегодня гости. Анна Серова, директор Центра развития молодежных и общественных инициатив «Продвижение». И заместитель руководителя Центра занятости населения Амурской области Павел Савонов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, насколько это действительно реально получить или найти работу молодым людям с ограниченными возможностями здоровья. И вообще, как много у нас молодых людей в этом нуждается на сегодняшний день. Ну, на сегодняшний день проблема, конечно, есть. Люди к нам обращаются, потому что люди с ограниченными возможностями, конечно, при поиске работы есть определенные сложности. Но эти сложности решаемы, поэтому вот наши службы совместно с администрацией города Благовеческа, эту практику мы нарабатываем, она уже есть, мы ее теперь адаптируем на Амурской области. То есть работа ведется? Да, с 2021 года администрация города и наш центр начали активно вести работу в этом направлении. И, конечно, здесь комплекс мероприятий, это как профориентационные мероприятия для тех, кто еще учится в средних образовательных организациях, в колледжах, в вузах, в школах. А также уже для тех, кто выпустился и находится в активном поиске. Для таких мы проводим и индивидуальные консультации, работу с психологом, работу с юристом, помогаем ребятам адаптироваться на рабочих местах, учиться проходить собеседование. И, конечно же, важным направлением является работа с работодателями. И оказание содействия им в создании таких рабочих мест. И также привлечение их внимания к этой проблеме. И такая всесторонняя информационная кампания о том, с какими профессиями ребята выпускаются, кем они планируют стать, чтобы работать. Какие чаще всего профессии убирают ребятам? Ну, вообще, больше рабочие, так скажем, профессии. Это повар, шпия, какие-то... Конечно, это все зависит от их возможности здоровья. Возможно, это и Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства тоже с такими ребятами работает, выпускают слесарей и так далее. Ну, вот рабочие больше, конечно, профессии. Здесь как бы выработан определенный алгоритм работы с такой категорией. Как правило, мы стараемся работать с ними точечно. Потому что это индивидуально, проблема каждого человека своя. Поэтому мы, начиная от родителей, на стадии выпуска из школы, стараемся совместно с отделом по делам молодежи, с специалистами центра занятости, стараемся с родителями поработать, чтобы нацеливали на те профессии, которые, во-первых, будут физически возможны ребенку, а во-вторых, потом по этой специальности он сможет устроиться на работу и найти себя в жизни. То есть это очень важно, вот эту цепочку. Это целая работа действительно выстраивается. Управление образования города, они проводят мониторинг среди таких ребят, их предпочтений в будущей профессии. И уже на основании этого выстраивается дальнейшая работа. Может быть, где-то нужно скорректировать ребенка или помочь ему. Также со стороны работодателей показать будущее рабочее место. Может быть, ему перехочется поступать на эту специальность, и он там решит выбрать другую. Поэтому, конечно, важно с самой школы помогать. А много ли организаций, которые ведут таких ребят? Я имею в виду, принимают на работу. Работодатели. То есть благодаря вашей работе стали ли работодатели, скажем, лояльнее при приеме на работу? Ну, во-первых, у нас существует, действует закон Амурской области о квотировании рабочих мест. То есть численность предприятий, когда позволяет, то есть квотированы рабочие места под трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Принимаются в счет квоты. Потом ряд работодателей, понимая, что эти люди, они ответственнее относятся к работе, просто берут сверх квоты на свои предприятия. Есть ряд таких предприятий, можно их назвать, там, птицефабрика наша, кандидатская фабрика, зооасфальт, библиотечная система, и ряд других предприятий, которые готовы взять людей, потому что они работают достаточно ответственно и держатся за свое рабочее место. Это немаловажно для работодателя. Это, мне кажется, самый важный фактор. Да, также администрация города и управление экономического развития, они дают субсидии на создание рабочих мест, то есть можно подать заявку на конкурс и получить субсидию на обустройство рабочего места, специализированного для такой категории граждан. Это же не просто место, как в классическом понимании, а что-то необходимое для того, чтобы человек с ограниченными возможностями было комфортно работать. Да, конечно. А есть какая-то статистика, какое количество уже устроились, уже работают? Если взять статистику прошлого года, у нас было обращение порядка 60. 59, то есть один человек отказался в силу своих ограничений. Вот с остальными отработали, кто получил профориентацию, кто, значит, получил психологическую поддержку. То есть со всеми было отработано. 9 человек нашли постоянные рабочие места, порядка 8 человек трудоустроились, но на сегодняшний день они уже покинули рабочие места, но не получилось, не сложилось. Но тем не менее, вот люди закрепились и работают. Ну это хорошее количество. Да, насколько вообще такая практика важна? Конечно, важна как для самих ребят, которые пусть даже на какой-то короткий промежуток времени, но трудоустраиваются, пробуют свои силы. Это им дает возможность понять, что им нравится, что им тяжело, возможно, по своему состоянию здоровья. И уже откорректировать, и как-то в дальнейшем развиваться, принимать решения. У нас точно так же, ну у нас, конечно, поменьше обращений именно, да, 16 было обращений, и с каждым тоже было отработано. Двое человек мы трудоустроили, на данный момент они тоже уволились, но каждый примерно по полгода отработал на рабочем месте, да, и... Попробовал себя? Да, попробовал себя и по собственному желанию. А обращения идут только в нашем городе или по всей области? Нет, обращения идут по всей области. То есть, эту практику я почему назвал «Благовечность», «Благовечность» у нас составлена уже дорожная карта. То есть, мы работаем уже не один год. И эту практику мы адаптируем, конечно, на всю область, на все отделы занятости, которые существуют. То есть, эта практика, она как бы, как центр занятости Амурской области, естественно, мы будем ее дальше продвигать по всем территориям. И там она, эта работа ведется, но как бы вот те наработки, которые есть в «Благовеченске». Потом хотелось бы сказать, что человек, когда мы устраиваем мероприятие с обратной связью, то есть, как правило, встречаемся потом с теми, кто трудоустроился, и пытаемся понять, насколько это сработало. И когда видишь человека, который попадает в трудовой коллектив, когда он, например, не работал какое-то время, был дома, и он попадает в трудовой коллектив, это совсем другой человек. Абсолютно. У него психологически, как мне сказала одна мама, мой ребенок стал улыбаться, когда он попал в трудовой коллектив. Пусть он выполняет первичные функции, пусть он работает разнорабочим, но, когда он попадает в коллектив, и к нему нормально относятся в коллективе, это очень много. Может быть, даже не столь важна зарплата, не столь важны другие факторы, но ему он работает в коллективе. Здесь огромное количество факторов, как мне кажется. Это и самореализация, и действительно психологическое человека. Социальная адаптация. Значит, ты полезен. Да, это придает какой-то уверенности в том, что ты нужен в этом обществе, приносишь ему пользу и по этому развитию. К сожалению, наш хронометраж не позволяет еще с вами разговаривать дольше, но мне хотелось бы спросить, вот если сейчас нас посмотрят люди с ограниченными возможностями, молодые люди, но они не знают, как реализовать себя в этой жизни, как к вам обратиться, куда, где, куда идти? Куда идти, да. Ну, в наш центр можно обратиться либо по номеру телефона, 66 23 26 наш номер, или можно лично прийти, Ленина 97, тем вход с торца здания. Мы работаем с 9 до 18.00, поэтому будем рады. Конечно, практика больше показывает, что родители обращаются именно, поэтому мы вот очень ждем родителей вместе с детьми. Ну и центр занятости, наверное, знают все, Амурская, 145. Вот там сейчас работает в благоюческом отделе специалисты, которые работают конкретно с этой категорией, и работает диспетчерская служба, которая поможет, проводит и полностью адаптирует человека к преобращению. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Замечательная работа, продолжайте в том же духе. Это действительно необходимо. Спасибо. Дорогие друзья, как всегда, прервемся буквально на 10 минут, до вас знакомиться с основными событиями Амурской области. Новости в нашем эфире. Мы, как всегда, благодарим всех, кто продолжает начинать это утро вместе с нами. В студии нашего утра Екатерина Рожкова, Влада Сдидонис. И я предлагаю переходить к астрологическому прогнозу. Не будем медлить. Давай. Начало дня порадует многих, даже если вы проснулись в не очень хорошем расположении духа. День будет гармоничным и благоприятным. Даже у пессимистов появятся новые надежды и смелые планы на будущее. Также будет возможность вернуться к старым увлечениям, заняться делом, которое вас давно интересует. А мне нравятся возможные интересные знакомства. Будет шанс найти людей, разделяющих ваши увлечения и взгляды. Во второй половине дня будет много домашних забот. Попробуйте что-то необычное. Например, приготовьте экзотическое блюдо. Или организуйте вечеринку для друзей. В общем, делайте все, что вашей душе угодно. Это общий прогноз. Ну и, как всегда, более подробный для каждого знака зодиака прямо сейчас. Овны. Сегодня вы полны романтических переживаний. Тельцы. Если вы плохо разбираетесь в денежных вопросах, то не стоит их затрагивать сегодня. Близнецы. Сегодня вам присуща смелость, которую вы сами от себя не ожидали. Воспользуйтесь этим, не пожалеете. Раки. В этот день вы используете старые связи и надеетесь найти новую работу. Дерзайте. Львы. Вы очень разумно просчитываете ситуацию. Сегодня многое должно измениться. Девы. Вы понимаете, что кого-то незаслуженно обидели и решили попросить прощения. Верное решение. Весы. Сегодня вы принимаете гостей. В доме может быть приятная атмосфера для общения. Скорпионы. Вас ждут какие-то искушения, с которыми вы не можете бороться. Может и не стоит. Стрельцы. Сегодня вы смотрите на свои потери философские. Они вас не расстраивают. Козероги. У вас необъективный взгляд на жизнь. Но вы это поймете только вечер. Водолей. В этот день новое знакомство выглядит заманчиво. Стоит пойти на свидание. Рыбы. Вы ищите способ помириться с избранником. Вы его найдете. Если вы мечтаете стать экскурсоводом или же хотите получать качественные экскурсионные услуги, то следующая информация именно для вас. С 1 июля в России вводится обязательная аттестация для экскурсоводов, проводников и гидов-переводчиков. Как она будет проходить, что в себя включает и для чего нужна, нам расскажет Ольга Кушнарёва, председатель ассоциации турагентов и туроператоров Амурской области. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что же это за аттестация такая? Ну это очень нужная, важная вещь, которая, я думаю, что поможет нам еще более качественнее предлагать наши услуги для наших туристов. Для чего она нужна? Потому что, ну как бы, я понимаю, что этот вопрос стоял давно, очень остро, но для чего она все-таки нужна? Ну, во-первых, если мы говорим про российских туристов, российских граждан, да, то экскурсовод, который прошел определенное обучение, аттестацию, имеет свой квалификационный бейджик, он представляет лицо Амурской области, в частности, города Благовещенска. Поэтому очень важно, чтобы тот турист, который приезжает из других городов, получал компетентную, хорошую, правильную информацию, красиво предоставленную для него, чтобы у него отложились хорошие впечатления о нашей области, и чтобы он смог приехать и рассказать в правильных тонах о нашем городе и нашей малородине. Если мы говорим про иностранных туристов, то здесь вопрос очень остро стоял долгое время. Все мы знаем и видели наверняка, как китайские гиды рассказывали на территории Амурской области и пытались также и в России, по России, в Москве также, например, делать для своих туристов китайских экскурсию про Россию, про историю, культуру России на китайском языке. И частенько рассказывали то, что им приходило в голову на ум. То есть просто от балды, так скажем. Да. Подлинная история не знает, да? Подлинная история не знает, да, но было замечено нашими, допустим, переводчиками, специалистами, китаистами, что не всегда та информация, которую они рассказывали своим туристам-китайцам, на самом деле соответствует действительности. А не каждый же, я так понимаю, может стать гидом, я имею в виду вот в России? Ну, смотрите, все сейчас поделено, так скажем, на регионы, то есть отдается предпочтение тому человеку, который проживает в данном регионе, и он имеет право на территории данного региона проводить экскурсии. Что ему для этого нужно? Ему нужно иметь среднее, либо высшее образование, плюс обязательные курсы, либо какое-то обучение специализированное по регионоведению, по тому, как нужно проводить экскурсии, то есть курсы экскурсоводов. Соответственно, пройдя эти курсы, да, он предоставляет необходимые документы аттестационной комиссии. Далее собирается аттестационная комиссия, проводятся экзамены, и если эти экзамены он сдал успешно, соответственно, он может получить бэджик и вводить экскурсии. То есть любой человек адекватный, со средним, либо высшим образованием, имеет право стать экскурсоводом. Но я также знаю, что каждые пять лет нужно будет подтверждать свою квалификацию или как? Да, эту квалификацию нужно будет подтверждать каждые пять лет, но если экскурсовод работает все эти пять лет с экскурсантами, соответственно, ему не будет доставлять сильно большого труда обновить свои знания и повторно сдать экзамен. А кто будет оценивать эти знания? Это в госуниверситете? У нас существует, у нас определена аттестационная комиссия. В эту комиссию входят представители Министерства экономического развития Амурской области, отдела по туризму при правительстве Амурской области, эксперты в области регионоведения, представители музея краеведческого, представители университетов. Также туда входит представитель Ассоциации турагентов-туроператоров Амурской области и также представители от туристических компаний-туроператоров. А как много сейчас в нашем городе, в нашем регионе даже, можно сказать, гидов, тех людей, которые проходят эту аттестацию? Ну, скажем так, обучение. Значит, проходило несколько месяцев обучения для всех желающих. Было порядка 40-50 заявителей. Значит, первая аттестация уже прошла и первые два специалиста получили бейджики. Следующая аттестация ожидается в феврале и мы ожидаем, что достаточно большее количество заявок будет. И в феврале, я думаю, что ряды квалифицированных с бейджиками экскурсоводов пополнятся. То есть нам надо как можно больше аттестованных специалистов получить на выходе к 1 июля. Потому что с 1 июля без бейджика, если экскурсовод, считается, что он не имеет права проводить экскурсию. И за это идут какие-то штрафы? Конечно, да. То есть это уже на законодательном уровне? Это все на законодательном уровне сделано, да. Это все сделано для того, чтобы наши услуги были качественными, правдивыми и компетентными. Проводились компетентными людьми. Если не в университете, то где можно получить специальность гида-экскурсовода? Вот вы говорите обучение, да, недавно было? Да, проводилось обучение на базе структуры «Мой бизнес». Поэтому также в интернете можно посмотреть в свободном доступе различные курсы, если они имеют право выдавать корочку о том, что прошли эти курсы. Соответственно, можно и там пройти обучение, а потом уже прийти к консистенционной комиссии, сдать экзамены. Слушайте, ну такое большое количество гидов, экскурсоводов, действительно ли в нашем городе это так востребовано? То есть приезжают люди и нанимают специально экскурсоводов, чтобы посмотреть наши достопримечательности? Конечно. Какая популяризация сейчас? Конечно, на самом деле мы видим динамику, рост интереса к данной сфере. Все больше и больше туристов приезжает к нам в область, и мы наблюдаем нехватку квалифицированных кадров в этой области. Поэтому если у нас среди зрителей, телезрителей есть желающие обучиться и потом вводить группы, получить определенные знания, пройти аттестацию, то, пожалуйста, места есть. Куда обращаться, чтобы вот сейчас смотрит наш зритель, говорит, я в принципе-то и историю знаю, и город люблю, могу поделиться, могу рассказать. Почему бы и нет, куда идти, куда обращаться? Да, я думаю, что можно обратиться к нам в ассоциацию, можно обратиться в Министерство экономического развития, можно обратиться в туристический отдел при правительстве, в туристко-информационный центр, либо в мой бизнес. То есть все контакты есть в 2КИС, пожалуйста, можете воспользоваться, обратиться и получить консультацию. Ольга, это замечательно, что в нашем городе появляются более квалифицированные, компетентные гиды, экскурсоводы. В общем, мы желаем как можно большего количества туристов и как можно большего количества компетентных людей в этой области. Спасибо огромное. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. 872 дня в голоде, боли и страхи. В этом году исполняется 79 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Остановить нацистов и освободить город на Неве удалось в ходе наступательной операции «Искра». О том, как пережили жители северной столицы те страшные дни, рассказывает выставка «Ленинград. Блокада. Подвиг», которая начала свою работу в областном краеведческом музее. Подробнее об этом расскажет Ольга Сусой. На этой фотографии изображена легендарная дорога жизни, единственная дорога, которая вела к блокадному Ленинграду. Легендарная дорога жизни – один из страшных маршрутов Великой Отечественной войны. Она была проложена по непрочному льду Ладожского озера. Именно по ней, рассказывает музейный специалист Дарья Зверева, в блокадный Ленинград доставили первые мешки с мукой, а в последующем – медикаменты и боеприпасы. Протяженность ледяной магистрали – 30 километров. Документальные фотографии о подвиге советского народа представлены в областном краеведческом музее с фондом Федерального архивного агентства. Экспозиция уникальна тем, что все снимки выполнены очевидцами тех событий. Здесь можно увидеть строительство при фронтовых сооружений, получение жителями горячей воды моменты военных действий по освобождению Ленинграда. Ленинград был стратегически важен для фашистской Германии, тем самым советские граждане не могли оставить город фашистам, и каждый день защищали свою родину. И тем самым мы, смотря на их подвиги, которые они совершали, мы должны гордиться, помнить о том, что это наша страна, это наша родина. Также в экспозиции из фондов Краеведческого музея представлены 18 графических работ народного художника РСФСР, участника Великой Отечественной войны Анатолия Яркравченко. В военные годы амурский художник выполнил больше полутысячи рисунков, посвященных защитникам ленинградского неба. В Амурском областном краеведческом музее хранится достаточно большое количество участников Великой Отечественной войны. И только 14 человек, их документы, фотографии, личные вещи хранятся в музее непосредственно участников обороны и прорыва блокады Ленинграда. Хранитель документального фонда музея Наталья Берестенко работала над темой Великой Отечественной войны и участия в ней амурчан 15 лет. Рассказывает, собирать информацию приходилось по крупицам. А те документы, которые удавалось добыть, читать без слез, было невозможно. Чего стоит история Раисы Дубины, жительницы блокадного Ленинграда, которой тогда было всего 7 лет. Отец погиб в первые же дни. Брат в ополчении исчез, можно сказать, потому что она сколько искала, так и не могла найти ее воспоминания. А ее мама тоже где-то работала, то есть они не виделись сутками. Ее соседка полуживую отправила в пересылочный пункт. То есть в начале 42-го года она по ледовой дороге была отправлена в эвакуацию и с матерью только через 3 с лишним года встретилась в городе Перми. В 2005 году, рассказывает Наталья Берестенко, Раиса Дубина передала в фонды музея тетрадь, где изложила свою историю. Блокадный рассказ с воспоминаниями маленькой девочки Раиса Антоновна начала стихами. Я много дум, поведаю тетради, про наши героические дни, но если не скажу о Ленинграде, к чему стихи мои, зачем они? Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года. За время оккупации фашисты обрушили на город свыше 100 тысяч фугасных и зажигательных бомб, выпустили около 150 тысяч снарядов. По официальным данным, в Ленинграде за время блокады погибло 642 тысячи мирных жителей. Познакомиться с этой страницей нашей истории всежелающие смогут, посетив выставку «Ленинград. Блокада. Подвиг». Экспозиция будет работать в областном краеведческом музее до 26 февраля. Дорогие друзья, спасибо огромное, что вы провели это утро вместе с нами. 27 января, пятница. Чуть-чуть померзнем и все будет хорошо. Как всегда, для вас в студии работали Екатерина Рожкова и Влада Сдедонис. Мы вам говорим до свидания. До свидания, до новых встреч и хороших вам продуктивных выходных. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин